Вы знаете, я безумно люблю правкомы, потому что правкомы, во-первых, они работают для вас. У нас есть замечательный правком металлургического комбината, отличное место. Так вот, каждый день правком тратит 1 миллион рублей. 1 миллион рублей каждый день тратит правком на то, чтобы вы питались. То есть человек должен себе выбрать комплексный обед за 109 рублей, но он платит 40, а 60 рублей платит правком. Представляете, да, за месяц правком выделяет 30 миллионов рублей. Отличная составляющая. Но маленький вопрос. К сожалению, комбинат уже не тот, что был раньше. Раньше это было предприятище. На нем работало примерно 50, может быть, 70 тысяч человек. Сегодня и сейчас примерно 20 тысяч. Ну, то есть, естественно, уменьшение. А куда остальные люди города Магнитогорска ходят? Потому что это один-единственный правком металлургического комбината. А дальнейших профсоюзов у нас не существует. Но, тем не менее, кушать хочется всегда. К сожалению, это не город. К большому сожалению. В бытность СССР моя бабушка контролировала большую часть столовых комбината. А зная о том, что весь город был практически построен нашим гигантом, Так вот, комбинатовские столовые были просто от винта. И почему мне говорят, что я куплен? Моя стоимость это космос. Мое удовольствие для вас. Я не знаю где и как, я не вкушаю ничего предосудительного. Но, по сути, да. И вообще, для невежд говорю. Вы зайдите и перекусите, и забудьте про фистал и мотилиум. Оно вам не нужно. Вам нужно удовольствие от ощущений. И поверьте, это того стоит. Я понимаю бизнес. Бизнес типа у нас крут. Шашлык 400 или 500 процентов. Да, это круто. Но еще бы делать-то научились. А здесь делаю с моей точки зрения на ура. Ура, ура, ура. Бывает, но не для всех. А здесь просто на ура. И вы забыли про рекламу, потому что вкуснятина здесь изумительная. В среднем руби столько здесь. Но вкусно? Да, в принципе. Насколько здесь вкусно? Мы всегда стараемся заезжать. Мы с Барнова приезжаем. С Барнова приезжаете? Да. Мы живем в Барнове. А кушать останавливается здесь. Ну так это же хорошо, да, в городе Магнитогорске. Можно покушать то, что дома приготовлено фракетически. Да, да, да. Очень вкусно. Еще раз спросите, я чуть-чуть не успел по одной причине. В прошлый раз, когда я снимал сюжет, наш радиомикрофон немножко колбаснулся. Ну, потому что здесь сейчас работают в холодильнике. И поэтому этот сюжет мы используем обыкновенный простой микрофон. На улице не проблема, мы используем радиомикрофон. То бишь, благодаря профсоюзу мы говорим, что возможно работники комбината едят вкусно. Может быть, хорошо. И пока я кушал, я уже не совсем кушал, я узнавал о качестве приготовления пищи здесь. Ммм, гороховый суп. То есть и то, и другое. Но, к сожалению, Мальсон решит плов заняться, а я решил его купаться и докушать. Я вчера, вечерочком, больше не буду никогда перекусывать братьев губ в сетевиках. Потому что я не понимаю ощущение вкуса. Сегодня я понимаю ощущение вкуса. Так вот, к слову о том, что зря он не покушал. Купаться здесь, го. Я не понимаю, почему народ так быстро сюда заходит и сразу же уходит. Потому что мы говорим про ресторан. Но даже если мы говорим про ресторан, Который представлен у работников комбината. То есть там есть такие автоматы. Кидаешь туда денежку. Или с карточки они тебя считывают. И вы получаете удовольствие. Ну вот вопрос, какое удовольствие. Я уже 7 лет как работаю. Со столовой по-домашнему. Про эффектности и вкусе скажет мой сын. Но я вам скажу так. Я-то умею делать. Вы вряд ли. Поверьте мне, ни разу в жизни изжоги у меня не было. Ни разу в жизни я отсюда не уходил, не качественно подкрепившись. Сколько мы сегодня взяли? Сома немножко больше того, что вам компенсирует комбинат. Естественно. Но тем не менее, за сумму оную, слово о том, мне же можно пиццу покушать. Да, видите? Да, да, да. Вот он. И он уже ничего не может съесть. При мне приступит еще и сладостями. Кушает. Сладости он сам съест. Так вот, я еще и пиццу его возьму. То есть, еще ни разу не было такого, чтобы я отсюда ушел и сказал моему пузу, а тебя здесь немножко кинули. Потому что здесь такого не бывает. Вы настолько быстро покушали, что я практически не успел. Очень быстро покушали. Почему вы здесь ходите? Мы на работе торопимся. На работе торопимся? Да, ну а по ощущениям, по послевкусию, по качеству пищи? Мы каждый день сюда заезжаем. Нам нравится. Нравится, да? Да, все хорошо. Ощущения после еды? У вас бывает здесь когда-нибудь изжога? Нет, никогда. Всегда все вкусно, хорошо, но очень нравится еда здесь. Лично честно, мне очень понравилась булочка с творогом и пицца. И я бы хотел повторить эти ощущения снова. А эти ощущения можно повторить в столовой по-домашнему на вокзальной 110.